Проверить два чемпиона мира, правда, черный не играет канат, он через два года станет чемпионом мира в парсе Соревной Софии в 2005 году. А Топалов тоже станет чемпионом мира, но чемпионом мира Фидея. А потом он будет, Грибы Женов провел матч на звание абсолютного чемпиона мира между Топаловым и Крамниковым. Болестяне играли в 2006 году, и если бы Топалов был, он стал самостоятельным чемпионом мира, но он проиграл матч Крамниковым, и Крамников сохранил свое звание, и даже был назван абсолютным чемпионом мира, потому что тогда, если помните, были две системы, был чемпионом мира одновременно, и Каспаров, и Капов одновременно, потом Крамников, и потом появился Крамник, и Капов, и так все это путалось, 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 и Топалов выиграл чемпионом мира, но без участия Крамниковым, поэтому он не был полнадцатым чемпионом мира, и Майкл назвали вторым чемпионом, он проиграл. Но эта партия сыграла немножко раньше, и ее как раз Топалов красиво выиграл. Белый сыграл, это Палов, и Комионат, Софий, в 2005 году, Д4, КНФ6, С4, Е6, КНФ3. Черный сыграл В6, но вы узнаете, что если черный сыграл В6, то будет нужна выдержка защита. Развитие фиолетирования с пареньевая, это только фиолетовая слона, это ведет к новой индейской защите. Белый сыграл В3, черный фиолетированный слона, и белый фиолетированный слона на слуну. Они занимаются крайне ловой, почти ловой поля, но 7 и 2. В Ж3, С4, С6. Здесь слона А6. А6, слона А6. Здесь иногда играет с кара, слона А7, иногда играет слона А6. Идея ход в том, чтобы белый фиолетированный слона А4, ну, ход в В3, ход в В2, в принципе, кому-то черный сыграл В3. Они вызывают некоторые изменения в структуре Белоса. То есть, в ВВД-2, если вещать, то не очень хорошо на Белоса, они охотнили коня на Ц3. А если Б3, как вот в В2, то неизвестно хорошо, что Белоса стоит на Б3. Поэтому такой ход, на самом деле, не является потерей темпа. Это просто, можно так быть, можно сразу слона А7. Ну, Белоса играет на Б3. За 4, бежит у нас А4. Черный дарит шаг. Вторым слоном чернопорный, слона А4, шаг. Слона А4, шаг. Белоса играет слона А2. Ну, напарный слона, слона С2, А7. Опять-таки, кажется, что потеря темпа. А не потеря, потому что, словно называться, как перифрила артерии, колью, 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 колью. Поэтому, все равно, слона, потом, перезал ходить. Слона А7. Ну, и Белоса, собственно, закатит троните конь Ц3. Конь Ц3. Ц6. Чертый сыграл. Ц6. Хотя, справедливо, 7,5 по центру. Так и было сыграно. Белоса играет Е4. Е4. Е2-Е4. Но они нахватывают центр. Но это не в той ситуации, когда... Потому что на Е6-Е6-Е6, по дворей, сразу собирают Д7-D5. После этого Д7-D5. Белоса играет Х2. Закатит троните конь Ц6-Е6. ДЕ. Д5-Д2-Е4. Коль-Д2-Е4. Ну, и у тебя и слон отступленный бассейн. Трудно сказать достижение этой или не достижение. Потеря и так далее. Ну, по крайней мере. Вот они как-то структуру было изменения. Может быть, это устраивает. Но эта позиция, кстати, потерялась много раз. И тут обычно играли с лонжа-два. И заканчивали радиусы беда. Заканчивали радиусы черные. И черные получили хорошую игру. Отпитавалов очень активный молодец. И ему хочется сразу какие-то инновичные действия проводить с дебюта. И он сделал вход. Конь ниже 5-7. Конь ниже 5-7. Незакончивый коротец. Это стол пока стоит на месте. А он уже присматривается в короля черного. Вот, например, если этот патент может быть 6, то сразу просто неприятный удар на 7. Если вы берете королёк, конь ниже 5 шагов. И потом перестаряется на 6. И там вот Маттольки все 7. Ну, форсеты не могут бывать. Длинный вариант, да там очень плохо. Поэтому нет привычного порогнать корея. Черные сыграли все 6-5. То есть они проделали репешку царь, чтобы оживить своего слона. Белопольного. Они оживили этого слона. Но ведут еще один личный ход. И так не давали репешку царь. Слон можно в руку. А вот ведут еще один личный ход. Они перекрывают репешку царь. И так не давали репешку царь. Вот такой ход. Энергичный. Как же, что черное моё больше съесть? ЕД. Как это было особенно? ЦД. Теперь они здесь на Д-5 отказали бить. Потому что ладья Д-3. Слово связано неприятно. Король Д-2 застрял. Они решили, на всякий случай, когда я сочетал коня. И сыграли А-6. И там надо снять играть. А пока не играли. Через 2 года, ну, в общем, разумею, А-6. И здесь стопалы продолжают очень любящие. Очень неожиданный ход. А коня жертвы на ровном месте. Ну, такая идея была раньше. Здесь казалось бы, не в коем это все играть. Красивые жертвы коня. Видите? В стиле, как говорится, старых мастеров. Просто на ровном месте конь. Уже то есть. Здесь рассчитать все варианты доказания возможно. Поэтому, в частности, такие жертвы называются интуитивными. То есть, просто обнажается черный король. Белая фигура активизируется. Но, непонятно, какая фигура писаться. Фигуры-то нет. Я думаю, что здесь до конца варианты, которые есть в языках, ИГК вы не можете считать. Начиная с этой политики. Ну, у Табалова такой-то личный стиль. Значит, ну, надо бить дня в 7, иначе, ну, там, олявись, ИГК, как это в 7. Белый делает тихий ход. Просто играет перенега. Нет, ну зачем? Пишу я. Надо хоть что-то запретить. Просто играет перенега. Совершенно неожиданно. Длинный ангел. Перенега. То есть, просто оборвать только фигуру. Но, король черных опасностей, на это и решает. Белый порядок у него оставлено. Но ничего конкретного. Черный делает неплохой на вид фурс. Он дышится. Не блокирует эту пешку. Чтобы она не двинулась дальше. И слона подтягивается в центр. Белый продолжает свою напорную стратегию. Вводит в игру коня, конь H4. Конь H4. И тут еще даже 6. Видите? Выберут с поля. Здесь потом смотрели. Они сами частенько анализировали. И показывают, что после коня H6, черные предыдущие осадят. Но... После коня H6. Но такого не было сделано. Но требуется анализ, конечно, какой-то. Вот лучше, чтобы установить. И черные сыграли. Когда они слона протянули, СС-8. Эти парень бедные ослабленные. Коля хотела покинуть пять. Они протянули слона. Кажется, что это не плохо. Потому что я также и поле из пять присоединил. Куда Коля хотел прыгнуть. И поле решение ослабленное. Но... Веды просто играют очень урок. Они продолжают тратить. Просто спокойно играют на две игры. Это, конечно, большое достижение. Копалова в этой парте. Он просто играет без фигуры. Имея... Имея за ним все разную движку. И непонятно, что... Сумеет его доказать. Вот здесь она... Сыграл... Здесь столеев восемь надо было пройти. С тем... Столеев восемь. Когда она была связана, что после первого шага... Рождувозим... Здесь пешки теряются вот это. Но две пешки. Тобасар тоже король бегал. Из центра. И черты могли надеяться на защиту. Вот. А... Значит... Тобасар... Эти... Поэтому... Ну так надо было пройти. То есть уезжать в другу. А... Сыграть на две в восемь. Шаг, рождуть, Наталья вторая крышка. Снули две крышки. Ничего. Играть можно. Но король его бегал. А он, естественно, И вот этот ход, конечно, позволяет белым разлить сильную атаку, причем опять победа поляга. Белые поляга отношены к лапу черного короля. И белые так говорят, они не играют, может и шаг может было дать, они находят очень интересный удар. Они просто же поставляют это не под двойку, а не шесть. Белые поля оставлены вокруг черного. Если здесь пить, то, во-первых, я потом конец ем. И потом, если на изображении пить, то есть пятый центр, то словосы четыре шага еще очень мощные. И короче, они уже. А я потом подел. Поэтому бить нельзя. Ну, черный сыграет в ВВ-4. В ВВ-4. Ну, слон белым пока не нужен там. Они его отдают. Для того, чтобы вывод от этого. Согают. И играют победу пальцев. Слона против, говорит, на СВ-4. И теперь, теперь, если сюда побить, то пешка куда-то заменит. Заменит слона. И тоже будет очень опасно. Корою далеко не убежать, потому что, если корове будет нужным восемь, то будет и семь шагов. Пешка побывала сюда, потом будет и семь шагов. А если корове не отбосит, то будет и шесть шагов. То есть, все время, если так уберет, то после Дея нет хороших ходов. Король в восемь взять. И семь шагов теряется. А на корове восемь кончат шесть шагов. Король в восемь. Тут король остался в центре. Здесь всего лишь одна фигура, здесь уже страшная атака, поэтому пить, конечно, нельзя. Чего мы собираем и пять? Чего мы собираем и пять? Понятная их задача и желание согнать слона – это опасная диагональность. Но это на себе не приносит, потому что белый просто взяли эту пешку. Бить ноги шесть по-прежнему очень плохо. Потом он получит шаг за четыре, кони шесть, а по белому порядку мат получит. Чего мы собираем? Да, если король в восемь тоже корове восемь, то преследовали слово, возвращаясь в 24 просто. Чего мы собираем слово «Есейн»? Слово «Есейн». Пользуюсь тем, что пока слово «Есейн» нападает на пешку. Но, как кажется, его и пешку. Но он здесь пойму, какой-то вдруг, пойму шесть. Конечно, полиция «Чёрная» крайне опасна. Во-первых, если на «Есейн» словно «Есейн» нашего заводья, и за фигуру, конечно, страшная атака. Но «Чёрная» рассчитывает на вход в МГТ-5. Теперь на «Есейн» защищено. Слово «Есё». Тадья уже подбой. Чистая лагерка. Но здесь белая магия сразу выглядит. И это же, пожалуй, в коробках в МГТ-5 горит. Потому что они сыграли на «Есейн» и еще понадобилось там фото в 15, что-то в дальней «Чёрной». А они сразу порой говорят, каким-то «Есейн» будут младеять пять. «Есейн» подмладеять пять. Теперь границ 24, и там диагнозарь. «Есейн» говорит, что делать. «Чёрная» может быть в МГТ-6. «Чёрная» — «Чёрная» — «Чёрная» — «Наш 8». «Чёрная» — «Наш 8». И вот здесь ещё один удар, уже последний. Ну, материальной стандартношение такое. Белая, чёрная дали фельдея, но у них ладяя и фигура. Ладяя и фигура — в принципе, это достаточно писаться. Но здесь еще надо еще немного. В каком примере? Куда бы в Волтаро? В каком примере? В каком примере? Сейчас по ферту стоит. А? Аааа. Не понимаю ничего. Да да да. Ферс, конечно, помимо нашей осени, владелью т.е. шесть. Ну вот в этой планете все, что я сказал просто. В черном. Две рюки фигуры и ладья. Если это нормальная позиция, если нет конкретных вопросов, то это достаточно довольно хорошо, да, черно. Но здесь следует удар. Белый поляк с северной жены. Вот этот Е-6. Что делать? Если есть коробка Е-6, то есть совершенно шар. И все, что можно, теряется. Потому что, если в городе не пять, то надо реально шар. Хотя теряется конь. Тут за ним слон, там расслабился в центре. Ну черное. Я просто не привожу то, что в реальности. Какой у меня болезнь, он так должен быть голабанно решен, чтобы спокойно выиграть с физическими действиями. Вот эти два удара, который совершил партию, он завершил партию в своем городе. Но, надо сказать, что, когда он стал чемпионом мира, а Топалов снова добился права играть с ним, и состоится матч. И она могла стать чемпионом мира, но там уже у него ничего не вышло. Хотя и шансы были. Матч был очень ровный. И до самого последнего момента была равная игра. На равных шли они. И в последней партии Топалов решил рискнуть. И сделал слишком рискованный ход и проиграл. И она заприняла два чемпиона мира. Но с тех пор Топалова, хотя он и сейчас входит, там трое последнейших, но теперь чемпионат мира, матч там с Карлсом, с Карлсом, с Карлсом, может привлечь с ним.